В 13 часов 40 минут в проходной котельной микрорайоне Загорск подошел мужчина и передал сотрудникам теплооснабжающей организации записку с требованием, которое говорилось, я даю вам два дня, чтобы труба котельной не дымила, иначе я ее взорву. На место происшествия прибыли все специальные службы города Иваново-Республики. Своеобразный вклад в защиту от загрязнения атмосферного воздуха в полиции не оценили. Подобные действия расцениваются как преступления. Сейчас сотрудники предприятия воздерживаются от комментариев, но факт угрозы взорвать их вместе с котельной подтверждают. Я ее не читал. Ну а вот что происходит в этой записке, что вам известно? Ну передали, вызвали в милицию и все. Приехали все службы. Ну сам мужчина-то ушел? Да. Ну вот ваши коллеги говорят, что он себя представляет на внешнем. Ну да, это к милиции. Это к милиции вопрос. За кадром один из полицейских заявил, что мужчина задержан и доставлен в полицию. Официальный представитель МВД в свою очередь заявил, что взрывного устройства, которым угрожал неизвестный, не обнаружено. Сотрудниками полиции проведена проверка сообщения, результатом которой информация не подтвердилась. Полицейские устанавливают личность подозреваемого мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Далее. Эта видеозапись сделана у пешеходного перехода по улице Мокрова. В 7 часов 40 минут водитель внедорожника сбил двух школьников. Один из очевидцев происшествия, стоявший в пробке на другой полосе движения, указывает на то, что пешеходы находились в поле зрения водителя. Светофор на зеленый загорелся и первая машина, которая ехала, то ли ленд-крузер, то ли лексус, я не знаю, серый внедорожник. Позади меня я слышу такое непродолжительное торможение и резкое такое, вот и удар жесткий такой. Дети были доставлены в больницу. Как стало известно позднее, один ребенок госпитализирован, второй отпущен на амбулаторное лечение. Водитель 1987 года рождения, управляя автомашиной «Лексус», предварительно подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, совершил наезд на двух несовершеннолетних детей 2007 и 2008 года рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Обращаем внимание водителя, что надо быть предельно внимательными и снижать скорость движения, подъезжая к остановкам общественного транспорта, к зонам пешеходных переходов и образовательных учреждений. Другим событием. Шокирующее видео из соцсетей. Школьники на краю промоины испытывают лед и судьбу на прочность. Вероятно, автор видео за кадром призывает их уйти от опасной полыни и призывает родителей не допускать детей на талый лед. Другим темам. Огненные сполохи в пригородном поселке. Вероятно, во время порыва ветра часть проводов перехлёстывается, и это грозит серьезными последствиями для дома владельца, вплоть до пожаров из-за электрозамыканий. Отметим подобное бездействие энергетиков – уголовное наказуемое преступление. Намсарай Намсарай, Жаргал Церендашеев, Батог Армен. Новости дня.